Десятая по счету, всеобщая акция протеста прошла сегодня во Франции. Как и в предыдущие дни, не обошлось без столкновений. В Наньте демонстранты закидали полицию камнями, в ответ силовики применили слезоточивый газ. В городе также подожгли машину, вход в банк, а у суда мусорные баки. Всего в акции, по данным полиции, приняли участие около 20 тысяч человек. Силовики вообще хорошо подготовились к этому дню. В МВД заявили, что приняли беспрецедентные меры, мобилизовали 13 тысяч полицейских и жандармов. Глава ведомства Жеральд Дарманин заявил, что в Париж могут приехать около тысячи радикалов, в том числе из-за границы. Помимо демонстраций, прошли также и забастовки. Национальная железнодорожная компания СНСФИ сообщила, что у них не вышли на работу почти 17% сотрудников. Около 15,5% автомобильных заправок испытывают нехватку топлива, а почти 7% АЗС и вовсе прекратили работу. Всего же, по подсчетам полиции, в сегодняшних акциях приняли участие 740 тысяч человек. Тем временем лидеры профсоюзов продолжают призывать правительство к переговорам. Мы должны приостановить реформу. Вы должны взять месяц, полтора месяца, чтобы попросить одного, двух, трех человек выступить посредниками, пойти на примирение, послушать разные стороны и сказать, чего вы хотите. А затем мы сядем за стол и обсудим вопросы выхода на пенсию, чтобы увидеть, где может быть или не быть социальный компромисс. В правительстве заявили, что от реформы отказываться не собираются, а вместо ее обсуждения предлагают говорить о правах трудящихся. Прежде всего, нам не обязательно нужно посредничество, чтобы говорить друг с другом. Мы можем говорить напрямую друг с другом. Президент республики заявил, что готов встретиться с профсоюзами, как только, поскольку мы уважаем институты, Конституционный совет вынесет свое решение о тексте закона. Кроме того, премьер-министр находится в распоряжении профсоюзов, чтобы принять их напрямую и поговорить. Последние опросы показывают, что рейтинги Макрона продолжают падать. Сейчас они на уровне 28%, до антирекорда всего 2%. На фоне этого во Франции в эти дни говорят о грамотной стратегии партии Национальное объединение и одной из ее лидеров Марин Леопен. Она с соратниками критикует реформу в парламенте, но не призывает к забастовкам, а также не участвует в демонстрациях. И, как отмечает Франц-24, выглядит в глазах французов партии порядка. Опросы показывают, что если выборы пройдут в ближайшее время, то партия Леопен победит. Макрон почти два месяца притворялся глухим и слепым, игнорируя неделю за неделей весь гнев и все демонстрации. А теперь, когда закон принят, он соглашается встретиться с профсоюзами, чтобы обсудить социальную повестку дня и так далее. Чего он не понимает, чего не понимает правительство, так это того, что сегодня рабочие отказываются идти дальше, пока мы не вернемся к обсуждению закона. Из-за масштабных демонстраций властям Франции пришлось отменить визит короля Великобритании Карла Третьего. Поездка должна была продемонстрировать сплоченность стран. Как пишет Лемонт, этот случай перевел кризис в стране в европейское измерение. Соседи Франции не понимают, как повышение возраста до 64 лет, а это одна из самых низких отметок на континенте, перебернуло страну с ног на голову. А самое главное, как исполнительная власть, которая претендует на ведущую роль в Евросоюзе, оказалась не способна решить внутренний конфликт. Александр Павлов и Антон Сухоруков. Активиай. Активиай.